Окончательные причины аварии до сих пор не установлены. При осмотре места происшествия эксперты автотехники провели оценку технического состояния транспортных средств автобуса и КАМАЗа. У автобуса обнаружили поврежденное колесо, но признаков неисправности рулевого управления не выявили. Коллеги погибшего водителя уверены, причина аварии именно в ненадлежащем техническом состоянии автобуса, а не в состоянии здоровья водителя. Николай Галаев знал погибшего водителя лично. Вместе они около 10 лет проработали на одном пассажирском предприятии. Вместе выходили на рейс, вместе возвращались со смены. По словам Николая, на здоровье коллега никогда не жаловался. Трассу знал досконально, ведь по этому маршруту он ездил уже 6 лет. Сколько раз общался с ним, постоянно один работает. У него, как он получил автобус, уже 5-6 год, там полгода сменщик поработает, увольняется, он постоянно идет работать. И работал без выходных. За несколько недель до смерти он рассказал Николаю, что продал дом и взял кредит, чтобы купить квартиру. Да и семья большая, денег не хватало. Вот и впахивал за сверхурочные. Однако связывать это с аварией коллеги наотрез отказались. Они признаются, все на протяжении уже многих лет работают в таком графике, чтобы получать достойно. Выходные – это способ неплохо подзаработать. А так как на предприятии нехватка кадров, это вполне реально. Их версия случившегося – повреждение переднего колеса автобуса. Это из-за тех отделов. Может, они пробег колес просмотрели и все. Может, из-за этого. Может, они не увидели? Большой пробег на колесах. На колесах же есть пробег. Может, колесо прохованное, может, еще что-нибудь. Колесо же можешь выстрелить внезапно. Как его видишь? Сейчас оно накачано, а через пять минут она пошла на выстрел. Версия водителей вполне может оказаться истинной причиной трагедии. Ведь повреждение переднего колеса автобуса обнаружили при осмотре эксперты автотехники. Сейчас сотрудники выясняют, в какой момент оно было повреждено – до аварии или в результате столкновения. Проверка на месте происшествия продолжается. Ксения Тойчкина, Светлана Урванцева и Александр Филиппов. Антенна 7.